Проникновение в душу человека, чтобы душа откликалась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вопрос 713, 2 том. Не думаете ли вы, что отказ верующего участвовать в семейных праздниках, Новый год, день рождения, приведет к еще большему разрыву со своей неверующей половиной? Ведь если человек привык к тому, что это большие праздники, то ему без скандала трудно отказаться от этого. Вы не за то, чтобы верующие скорее расстались со своими неверующими супругами? Ответ Игнатия Лапкина. Конкретно в данном вопросе ответственность и инициативу продолжать ли сохранять семью апостол Павел возлагает на неверующую сторону. 1 Коринфянам, 7 глава, с 12 по 15 стих. «Впрочем же я говорю о негосподь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Если пойдете на компромисс, чего требует неверующая сторона, если ты пойдешь со мной на Новый год, а я с тобой схожу на Рождество в церковь, то заранее должны знать, что вы полностью проиграли. Неверующий через посещение храма к Богу не придет, а ты удалишься еще более. Не надо пытаться сохранить семью, и не надо стремиться к разводу, но нужно смотреть, как Бог расположит сердце неверующего. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok